В общем, я приветствую вас, ребята. Спасибо, что согласились. Надеюсь, связь нас не подведет, а мне кажется, уже подводит. Но суть в чем? Чемпионат мира на носу. Понятно, кто фавориты. Хотя в двух словах, давайте начнем с того. Кто фавориты? А я должен сразу сказать, кто с нами. Это Дима Нечипаренко, человек-аналитик, человек-селекционер по жизни и вообще. Работал в Краснодаре и сейчас тоже работает в школе. Я извиняюсь, я просто хочу сказать спасибо за приглашение. Наверное, скорее селекционер, чем аналитик. Но, тем не менее, приятно, что я аналитиком также считаюсь для тебя и, может, даже для кого-то еще. Мне очень приятно. Спасибо большое за приглашение. Отлично. С нами еще Ваня Житков, который, собственно, мой непосредственный начальник и главный редактор спорта день за днем, который тоже в мире скаутинга непосредний человек. Спасибо, что пришел. Да, тебе спасибо. Жаль, что не первый, правда. Было бы проще. Да ладно, большая ответственность вон на тебе лежала. Постоянешься время доказывать, что ты первый. В общем, ребят, коротко. Кто фаворит? Простого. Начнем. Не, но если одна команда для меня, Бразилия, безусловно, что она проиграла у Камерики в прошлом году, все-таки для меня Бразилия как самая сбалансированная команда из всех. Дальше можно продолжать, но посмотрим, что вы скажете. Я бы согласился с Димой, потому что так все и есть. Бразилия, она действительно сбалансированная. Она, в отличие от четырехлетней давности чемпионата мира, это уже не просто группа, которая смотрит в глаза или там куда, в неймору, да, который то ли есть, то ли нет, то ли есть наполовину, то ли нет. А сейчас это все пополнилось и свежей кровью, и люди, которые тогда еще были нестабильны, они сейчас уже обросли мясом каким-то и статью, да, такой футбольным. Поэтому, безусловно, Бразилия – да, но поскольку я, честно говоря, у меня принцип говорить о том только, что я больше видел, да, о чем я больше имею представление, то вот мне как-то вот в прошлом году запала Испания на чемпионате Европы, как команда, которая очень неплохо идет на вырост. Мне очень интересно будет посмотреть, как будет справляться Испания на этом чемпионате, как она будет самоутверждаться и что из этого получится. У нее есть недостатки определенные, там они слишком рискуют, у них там могут быть проблемы с оборонительными действиями, но если я чисто интуитивно не ошибаюсь, то они должны подтвердить то, что они показали на Евро именно на этом турнире. Хотя и не факт, что они выиграют чемпионат, можно быть хуже, чем кто-то, и все равно занять первое место, точнее, лучше, чем кто-то, и не занять первое место. Интересно, но, наверное, не неожиданно, что все мы говорим про Бразилию, и я тоже собирался говорить про Бразилию, и действительно, мне кажется, главная звезда команды Неймар в какой-то веке повзрослел, и если смотреть на ПСЖ, то в сравнении с Месси и Мбаппе Неймар, как ни странно, кажется куда более взрослым. Удивительно, но такой уж факт. И действительно, Бразилия наиболее разбалансированная команда, что тоже немножко кажется странным, странно называть ее фаворитом, потому что по итогу, как правило, такие очевидные фавориты турнира не выигрывают чемпионат мира. Как вы согласитесь? Я согласился бы, но наша задача не угадать победителя, а все-таки поговорить о той команде, которая наиболее, с точки зрения анализа, как раз ты назвал аналитиком, больше всего подходит под это. Потому что угадать-то можно и что-то другое, и потом гордиться тем, что зачастую, не знаю, если, допустим, хороваты вы стали чемпионом мира, и кто-то бы угадал это, ну был бы это повод для гордости, или все-таки во многом это было стечение обстоятельств, что они дошли даже до финала. Не знаю, тут такой вопрос. Мне кажется, что нам надо просто выявить, по крайней мере, нашими скромными возможностями команду, которая наиболее похожа на фаворита. Вот так скажем. Да, Дима, ты прав, и я думаю, что тот факт, что мы втроем в этом смысле сошлись на одной и той же команде, говорит о том, что, наверное, все мы трое или одинаково хороши, или одинаково плохи, но, в общем, как минимум мыслим в одном ключе. Давайте тогда о более интересном. Кого вы считаете, скажем так, не то чтобы темной лошадкой, но кто, на ваш взгляд, удивит на этом турнире? Дима, ты подготовился, мне кажется, лучше всех. Ты перед стримом прислал мне целых три ссылки с TransferMarkt по поводу игроков. Я не успел просмотреть, честно говоря, но, пожалуйста, поделись своими мыслями. Ну, смотри, по поводу того, что, опять-таки, поскольку задача была сформулирована, ну, довольно расплывчатой, и, наверное, даже если ты ее сформулировал бы более точно, я бы тоже ее все равно бы размыл, потому что тут какие категории? Там, в принципе, у меня было три человека представлены, все они для меня были интересны, потому что так или иначе я за ними следил. Исмаэль Кане, самый молодой из них, это игрок, который играет в Монреале и попал в сборную Канады, хотя еще в прошлом сезоне в Монреале был скорее выходящим на замену, но качество сумасшедшее, потому что человек почти там под метр девяносто, и при этом с очень приличной техникой, в том числе длинных переводов, что впечатляет, потому что он центральный полузащитник, но он очень легко разворачивает атаки на фланге, при этом не теряя в метрах. То есть, условно говоря, это не передачи, которые идут параллельно, то есть такие поперечные, а те, которые продвигают атаки, у него есть удар, при этом у него очень хорошая выносливость. На самом деле, наверное, я не знаю, если с кем-то его можно было бы сравнивать. Вот, ну, прототипы, потому что я не каждого человека готов сравнить с этим прототипом, но когда мне он видится, то я готов сравнить. С чем-то он похож на Я-Я Туре. Поэтому я не знаю, мне сложно сказать, будет ли он играть в сборную Канады или не будет именно. Но также ситуация, например, я просто поясню, почему я о нем говорю, потому что если он вдруг сыграет, то возможно, что он себя проявит. Может, он и не сыграет, мне скажут, Дима, а Херлетт его упоминал. А я на это скажу, что, например, перед чемпионатом Европы, когда меня спрашивали, кто может быть одним из самых интересных футболистов на чемпионате Европы, тогда я упомянул голландца из ПСВ, о которой у меня сейчас, кстати, фамилия вылетела, Коди Гакпе. Он-то не сыграл, но с тех пор Коди Гакпе стал, в принципе, игроком, на которого все большие уже, прям реально по-настоящему большие клубы засматриваются. Поэтому, может, даже если он не зря до чемпионата мира Канэ, может, когда я проявлю его привлеку внимание к тому, что будет дальше. Но это молодой игрок, там, 20-21 ему. Второй – это Аугустин Канобио, который, наверное, все-таки большинству знаком. Уругвайц, который долго доходил, ему сейчас там 24, он доходил до этого уровня довольно долго. Сейчас, наконец, перебрался в атлетико-параноенце. И для меня неудивительно, что он попал в итоге в финальную заявку сборной Уругвая, потому что это игрок, который может сыграть и десятку, и сыграть и на фланге. При этом он действительно очень-очень сильный, сбалансированный футболист. И мне кажется, что вполне возможно, что он здесь себя проявит. Ну, а третий – Джибран. Это, соответственно, мараканец. И в его отношении, просто потому что я его видел на арабском клубке много, и вот мне как раз очень хочется смотреть, как он сейчас, пробившись, наконец, в первую сборную, потому что на арабском клубке он был игроком, который все-таки играл… Тогда были составлены только из команд, которые выступали в арабских чемпионатах. А здесь, наконец, даже не так много игроков в Марокко попали из тех, кто не из Европы. И он все-таки будет на этом турнире. И любопытно, как он сыграет, хотя это возрастной футболист уже. И ему там по три лет. Это капитан Видада и Касабланки. В общем, одним словом, интересно тоже, потому что я смотрел даже, что в последнем товарищеском матче с Грузией он выходил. Поэтому тоже будет интересно, если он там сыграет. Это не значит, что это, типа, самые три интересных футболиста в списке, но это те, кто интересует меня в той или иной степени. И это те, кто три пока не шибко известны всем, но, я думаю, большинству тех, кто будет слить за чемпионатом мира. Ну, я думаю, что ты известен более-менее, мне кажется. Возможно, возможно. Вань, ты можешь не про игроков говорить, если что, а про какие-то команды в целом, потому что я думаю... Нет, я с удовольствием, я с удовольствием назову трех игроков. Вот я прям слушал Диму и сформулировал свои, наверное, такие, это как англичане говорят, rough ideas, быстрая идея о том, о чем хочется поговорить и на кого, наверное, хочется посмотреть, если не сильно вдумываться. Ну, вот, например, мне любопытно... И, опять же, это основано на моих каких-то личных собственных наблюдениях на протяжении долгого времени, а не просто там... Вот я посмотрел составы, и мне вот дай-ка вот этого изучу. Мне, например, очень интересно, сыграет ли и сыграет какую роль Факундо Перистре в Уругуае, да, просто по той причине, что я, так получилось, в 19-м году попал в Уругуай на матчи, когда он только начинал выходить за Пеньяроль, начал его видеть тогда, когда он начал выходить за Пеньяроль. И играл он, кстати, там, почему-то его отличает уже сейчас такая тактическая, очень хорошая образованность. И она формировалась, значит, тогда уже было видно, что тренеры его использовали и во фланге, и десятка, и восьмерка, и правого защитника он играл, кстати. То есть абсолютно поливалентный парень с очень сильным талантом, если не вдаваться со всем детали. Но мне интересно, будет ли он задействован, достаточно ли хватит там у всех смелости его как-то интегрировать, ну, или необходимости, не смелости. Не совсем правильное слово употребил. На разных ходажах, вот интересно, смотрите на кого-то. Мне, например, интересно, что будет с Кимихом, да, потому что в какой-то момент он казался вычислительной машиной и, в общем-то, новым Филиппом Ламом. А потом, кстати, сам же Филипп Лам его, ну уж вряд ли из сильной ревности, и сказал то, о чем, что мне тоже все время казалось, что его присутствия на поле недостаточно. Да, когда речь идет о передачах управления, да, когда речь идет о структуре, об оборонительных действиях, вот здесь уже возникает вопрос. Мне интересно, сможет ли он подготовиться к турниру, его подготовить настолько, что он все-таки скорее в пользу сборной Германии, его выступление скажет, чем нет. Ну, у нас вот пока такой, вот такая подборка пока. Блин, это очень круто. Мне даже стало немножко стыдно, потому что я, когда задал вам такие, скажем, немножко тезисы нашего подкаста, вы явно подготовились по итогу лучше, чем я. Вот, потому что я тройку назвать, наверное, не могу. Я больше как-то впечатления у меня собрались скорее по командам. То есть я очень с большим интересом буду следить за Канадой, потому что команда не только впервые за, если не живаясь, 36 лет вышла на чемпионат мира, но и у них тренер, экспериментатор. И я думаю, что все знают Альфонсо Дэвиса из Баварии, но и все знают, что в сборной Канады с недавних пор он играет десятку. И вообще тройку, в принципе, как мне кажется, наиболее ярких игроков команды, это получается Дэвис, Кайл Ларин и третий нападающий, который почему-то вылетел мне из головы. Из них в итоге тренер сделал тройку атакующих игроков, которые, в принципе, отвечают за нападение команд, за то, чтобы забивать голы. И я думаю, что это перетечет плавно в чемпионат мира. И в квалификации Конкакав соперники не придумали ничего против этого. В итоге Канада заняла первое место в квалификации, что тоже, в принципе, неожиданно, учитывая, что команда 36 лет не выходила на чемпионат мира. И думаю, что на турнире это будет тоже очень интересно. Да-да-да, тем более у них тренер интересный, он из женского футбола пришел вообще. Да, да, ты прав, Дима. Я не помню его фамилию, но тем не менее, да. И, кстати, у них же один из самых пожилых игроков чемпионата будет Атиба Хачинсон. Я еще не знаю, где он сейчас играет, но который был в Копенгагене очень долго. Алло? Да, да, Дима, ты прав, ты абсолютно прав. Я бы еще выйдет из формы Ирана. Безусловно, безусловно, я согласен. Но так, если так уж говорить, что о Мексике надо сказать. Так, это интересно. Мне, честно говоря, казалось, Мексика наоборот немножко, как будто бы Хираздо Мартино не то чтобы поплыл, но как будто бы потерял связь немножко с реальностью. Ты не думаешь? А можно объяснить, что ты имеешь в виду под этим? Скажем так, химия в игре немножко пропала. То есть он хорошо начал, а потом результаты немножко снизились, и как будто бы по игре тоже... Я не буду врать, тут просто, если я понял твою мысль, Тимур, просто я не буду врать, что я там все матчи в Мексике в отборе смотрел. Наверное, я смотрел 3-4, может быть, матчи, действительно. Но просто подбор игроков уж очень интересный. Потому что особенно из Монтерея там много футболистов, не знаю, включая там Фунас Мори, который аргентинец, натурализованный, брат, наверное, более известного Фунаса Мори, который тоже играет сейчас в Мексике, потому что нападающий, который натурализован, это центральный нападающий аргентинец, а брат у него был Вильяриалий Выбертани, насколько я помню, по-моему, Рамира его зовут. Вот, и как раз таки... Вот, потом из Монтерея там, типа, ребята, не знаю, Сесаро Монтес там, они, кстати, одноклубники. Фунас Мори, тот же Рома, там много интересных игроков. Да и, в принципе, все там ждут Атачо, что он будет играть, и, наверное, он будет играть. Но, в принципе, там в Мексике сейчас вратари очень интересные, как бы и Талавера есть, второй забыл фамилию, он будет третьим, я не знаю каким. Но, в общем, много там игроков, которые, в принципе, любопытные. Да, Дим, приятно, что ты выделил Мексику. По части Ирана просто я закончу, что команда очень дисциплинированная. И, что интересно, Сердар Азмун поехал все-таки на турнир, несмотря на то, что открыто поддержал антиправительственные митинги. И все такое. Команда очень дисциплинированная. А тренер Карл Ушкейер, вообще, если я не ошибаюсь, он среди тех тренеров, кто сейчас будет на чемпионате мира, он чаще других выходил и работал. Потому что трижды он с Ираном, сейчас третий раз будет работать. И один раз в Португалии, и один раз еще, если я не ошибаюсь, в южноамериканской сборной. Но, на самом деле, мне было очень интересно спросить, меня просто беспокоило это долгое время, с того момента, как я узнал это. Вань, скажи, пожалуйста, как специалист по немецкому футболу, какого черта в сборной Германии вызвали нападающего Фелькруга из Вердера, который, хоть и забивает, но, черт возьми, он ни разу не играл за сборную. Как такое произошло? Этот вопрос уже обсуждали достаточно плотно в Германии. И, в принципе, привыкли, скажем так, к идее, что это просто типологически другой игрок, который необходим сборной Германии, которая как бы достаточно травоядно выглядела в последнее время, что касается позиции нападающего. И в некоторых фазах игры нужно нечто, какая-то другая совершенно персона, которая может позволить, ну, скажем так, подкорректировать в пользу эффективности определенные фазы игры, когда нужно быть активным при скоплении в штрафной, когда нужно при давлении на защитников нужно больше. Поэтому был выбор Фелькруг, который давно, собственно говоря, набивал ногу в интенсивных матчах и во второй лиге, и в командах, которые играли в такой простой, в более силовой манере, при том, что у нее есть достаточно неплохая техника, которая, ну, скажем так, не входит в диссонанс с тем, что он позвал национальную сборную. Но в целом, в Германии, я согласен с этой идеей, сходится все к тому, что он будет выходить исключительно в аварийных каких-то ситуациях, когда нужно будет, скажем так, внести нечто непредсказуемое для защитников соперника, и когда это будет совершенно никак не подкреплено какими-то супертоксическими изысками. То есть, условно говоря, в каких-то очень пожарных историях. Я понял тебя, Вань, знаю, что тебе надо вбежать, поэтому спасибо большое, что присоединился к нам, нашел время и помог нам протестировать наши подкасты. Посмотрим, будет ли у них будущее. Я послушаю еще Диму, а тебе хорошего вечера. Спасибо. Давай. Пока всем. Удачи. Хорошего вечера. Я хотел сказать просто уже завершайное, наверное, тоже, по поводу того, что у немцев есть еще один новичок, который вообще, по-моему, тоже там сыграл сейчас, не знаю, один или два матча Белла Котчап, который перешел с Бохума. Такой крупный, но при этом довольно подвижный центральный защитник, который в Султ-Гемптоне играет. И мне кажется, что интересно, что его выиграли, потому что то, что я играл в Султ-Гемптоне, ну, парень действительно очень интересный. Да, согласен, Дима. Я тоже удивился, что его вызвали. И, по правде сказать, не был уверен, что это было настолько необходимо. Но, видимо, что называется там 26-25 позиция, которую можно заполнить молодыми игроками, что потом поможет в будущем. Наверное, как-то так. Да, да. Понимаешь, я тебе скажу, извините, я перебью просто совершенно верную мысль. Сказал о том, что 25-26, потому что их стало столько много, теперь игроков в заявках, что, естественно, можно, как, не знаю, там, посмотрите, португальцев в заявках. Там есть молодые ребята, которые совсем мало только сыграли, и их уже вызывают. Я уверен, что это как бы пытаются агенты тоже повлиять на процессы. У Эквадора есть парень, нападающий, не помню фамилию, который играет в клубе 22 года, в клубе второй дивизионной играет. Тоже, кстати, ситуация довольно редкая. Не знаю, обращал ты на это внимание или нет, что из второго эквадорского дивизиона, я не думаю, что вообще когда-то были футболисты. Да, Дима, я абсолютно с тобой согласен. Это что-то новенькое. Дима, благодарю тебя за то, что ты нашел время тоже, пообщался. Большое спасибо. Поэтому получился хороший анонс, по крайней мере, для тех, кто мне писал, что хотел услышать что-то, скажем так, неожиданное, что-то не на поверхности. Ты в любом случае подкинул много информации, которую следует как минимум проверить или как минимум записать. Спасибо большое, Тимур. Спасибо. И удачи с этим подкастом, чтобы он выходил и людей образовывал. Да, спасибо большое. Будем смотреть Чемпионат мира. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok